Флорентина Переца Флорентина Переца Я, конечно, считаю, что решение с Зиданом, которое определило во многом эти успехи, оно было непродуманным, оно было хаотичным, оно было, если рассматривать с позиции Флорентина Переца, ужасным. И оно окружено массой очень-очень слабых назначений, особенно когда приходилось искать тренера для запуска чего-то, что можно назвать идеей Флорентина Переца. То есть, грубо говоря, летние назначения. Так было и с Бенитесом, так было и с Лапитеги. Трансферы, которые Флорентина Перец продвигал активно как свои, тот же Бейл, они тоже очень-очень часто, Азар тот же, оказывались, ну, как минимум неудачными для Реала. Так что, исходя из того, что Реал в целом большой клуб, который в той или иной степени будет добиваться успеха в той или иной степени, и исходя из того, как конкретные решения, особенно важные ключевые решения президента играли или не играли, оправдывались либо не оправдывались, я вот предложил в свое время задуматься по поводу Флорентина Переца. И вот вопрос, собственно, у слушателя, считаю я, что он должен уйти. На самом деле, не обязательно должен уйти сейчас, но есть вот эти вот сомнения, которые я озвучил, и есть система, которую иначе как авторитарно не назвать в Реале. То есть достаточно четкую, если пытаться охарактеризовать систему управления Реалом, диктатуру выстрелов Флорентина Переца, где никто другой, по сути, не может выиграть выборы. И это не его популярность неоспоримая, это, если вы разберетесь, ряд приемов, которые он применил уже будучи президентом Реала. Это, как нам показывает практика, редко приводит к процветанию любой системы. Конечно, разные вещи. Это говорить в таком контексте о государстве и о намного более простой системе, при том, что футбольный клуб в каком-то контексте тоже трудная система, но на фоне государства все-таки более простая система. Так что, да, я думаю, что глобально это вредит Реалу. Не факт, что Флорентина Перец должен был бы уйти буквально вот сейчас, на следующих выборах. Но в целом, мне кажется, что есть вопросы, которые нужно формулировать. Есть очень-очень много прикормленных медиа, которые делают критику Флорентина по любым футбольным или футбольным вопросам практически невозможной внутри Испании. Ничего не напоминает. И есть выборы, в которых может выиграть только один кандидат. Думаю, даже опасно дальше говорить, что я думаю про такую систему. Действительно, мало ли кому-то что-то напомнит. Но мне кажется, что это нездоровая ситуация. Мне кажется, что это нездоровая ситуация. И, следовательно, Флорентина Перец должен свою власть потерять. И вопрос только когда. Когда эти вопросы, эти претензии к нему станут очевидными не только мне, но и более широкой группе людей. Это я еще не касался главного провала. Того, как готовилась спецоперация по созданию суперлиги. Блин, наверное, точно. Слишком много аналогий будет. Ладно. Давайте дальше. Вы не считаете, что в силу разных причин команда просто задержалась в смене поколений? И это уже напрашивается второй год. Это по-прежнему вопрос про Реал. То, что не смог сделать Зидан, хотя говорил об этом, и то, что не может сделать Карло. На самом деле, тут уже труднее ответить. Этот процесс, может быть, неоптимальным образом, все-таки у Реала идет. И причина, по которой мы считаем, что он не совсем активен, заключается в том, что центр полузащиты и Бензема, то есть такой центральный хребет, они все еще на месте. Но, честно говоря, я не думаю, что так просто их сейчас заменить. То есть я бы больше критиковал конкретно по этому поводу, если бы не шел глобально этот процесс. А он все-таки на других позициях идет, и где-то это даже очень успешно. А эту центральную зону, ну давайте посмотрим. Мне кажется, Казимира и Кросс для своих позиций еще находятся в хорошем возрасте. Их не надо менять. Модрич находится в возрасте уже 36 лет, но он играет лучше, чем в любом другом возрасте. Поэтому его по этой причине трудно заменить. Ну и Бензема тоже ему уже может быть. Там кто-то скажет, что для нападающего многовато лет. Но, опять же, это такой же аргумент, как с Модричем. То есть их тяжелее заменить, чем кажется. И они буквально на каждом следующем шагу доказывают, что эта замена пока не требуется. Причем тут нужно даже сказать, что в центре полузащиты потенциальные сменщики уже намечены. Это Федо Вальвердо и Камовинго. И тяжелее найти молодых футболистов, которые будут готовы немножко еще ждать. При том, что сразу они могут не получить вот это время. Но в то же время, когда наметится спад у футболистов этой зоны, достойно их заменить. Так что, думаю, тут все-таки не очень уместная претензия. Так, тандем Рауль и Хаби Алонсо в качестве тренеров Реала. Это интересно. И дальше такой посткриптум. Если будете комментировать этот вопрос, то представьте себе этот момент, что вы говорите о Хави. Так будете больше улыбаться. Да, можно немножко улыбнуться. Что касается тандема Рауля и Хаби Алонсо. Ну, это интересно. Вопрос был просто, интересно ли мне это. Так что, да, это интересно. Но чего-то более глубокого сказать тяжело. Тяжело по двум причинам. Потому что это сугубо теория. Во-вторых, потому что их команды не исчезла тех, за которыми я слежу. Рауль работает со второй командой Реала. Хаби Алонсо со второй командой Реал Соседада. Та информация, которая до меня доносится, она позитивная и о том, и о другом. Но это все-таки не равняется, собственно, просмотру матчей. Субтитры сделал DimaTorzok